В этом курсе мы говорили про медиа и их влияние на нашу жизнь. Мы выяснили, что существуют разные типы манипуляций и научились их выявлять для своей защиты. Давайте обобщим советы, которые помогут нам ориентироваться в медиапространстве. Правило номер один. Правило четырех проверок. Проверяйте источник. Это важно, поскольку в некоторых случаях информация из первоисточника может быть искажена. Если статья не содержит ссылки на источник информации, ее стоит считать подозрительной. Проверить достоверность информации поможет небольшой поиск в интернете по теме статьи. Проверяйте собственников медиа. Всегда спрашивайте себя, кто получит пользу, если я прочитаю эту статью. Если медиа не дают никакой информации о своих собственниках, попробуйте найти ее самостоятельно. Не забывайте проверять, какой человек или компания владеет медиа. Проверяйте доказательства. Оценивайте достоверность информации, проверяя доказательства, на которых она основана. Проверяйте его с помощью других изданий и источников, которым вы доверяете. Один из типов доказательств, которые часто используют для манипуляции, это данные статистика. Чтобы бороться с этим, подумайте про цифры, указанные в материале, имеют ли они смысл. Если в статье есть указание на источник информации, переходите по ссылке или ищите его в Google. Проверьте, действительно ли источник подтверждает указанное в статье. Достаточно ли надежен указанный источник, чтобы брать от него информацию. Если вы сомневаетесь, попробуйте найти источник с хорошей репутацией, чтобы самостоятельно проверить информацию. Проверяйте фото. В интернете есть множество отретушированных фотографий. Их используют, чтобы рассказать о совсем другом месте, времени или событии, а не том, что действительно изображено в оригинале. Обратный поиск изображения не всегда помогает, но в большинстве случаев благодаря ему мы можем узнать, не использовали ли картинку раньше и не изменяли ли ее. Правило номер два. Проверяйте свои предубеждения. Легко выявить ложь, если текст противоречит нашим взглядам. Гораздо сложнее поверить в обман, если текст автора подтверждает нашу точку зрения, особенно если наш опыт подтверждает стереотипы. Мы все имеем предубеждение. Это человеческая природа. Это то, как работает наш мозг. Мы быстро даем характеристику людям вокруг, основываясь на существующих стереотипах. Однако стереотипы могут быть опасными и приводить к вражде между людьми и целыми нациями. Признавание собственных предубеждений — первый шаг в борьбе против распространения лжи. Правило номер три. Помните об алгоритмах. Если вы получаете новости из социальных медиа, вы становитесь жертвой алгоритмов, созданных для того, чтобы вас развлекать, а не обеспечивать необходимой информацией. Вы оказываетесь в информационном пузыре, в котором сеть предлагает вам лишь те новости, которые вам нравятся. Используйте источники, которые не только поддерживают вашу точку зрения, но и обеспечивают объективной непредвзятой информацией и помогают вам всесторонне развиваться. Правило номер четыре. Следите за дезинформацией. Как мы уже говорили, наиболее эффективная пропаганда или дезинформация часто наполовину состоят из правды. Именно поэтому мы можем верить ей без колебаний. Мы должны постоянно учиться выявлять особенности лживой и искаженной информации и понимать, кто получает выгоду от ее распространения. Таким образом, мы можем предотвратить проблемы, а не тратить время и усилия, чтобы избежать последствий. Правило номер пять. Контролируйте технологии, чтобы они не контролировали вас. Нейрофизиологи утверждают, что после отвлечения от какого-то дела, человеку нужно 23 минуты, чтобы сосредоточиться снова. А если вы постоянно отвлекаетесь, это становится вредной привычкой, и вы не сможете полностью сосредоточиться даже в спокойных условиях. Что мы можем сделать? Попробуйте регулярный цифровой детокс. Для начала удалите со своего мобильного телефона все приложения социальных медиа. Если для вас это слишком, попробуйте хотя бы отключить все уведомления и переместить иконки приложений на самый дальний экран меню смартфона. Больше путешествуйте, чтобы расширить свой кругозор и сломать стереотипы. Слушайте подкасты, позвольте вашим глазам отдохнуть. Работайте над умением формулировать и выражать свое мнение. Технологии будут развиваться. Это неизбежно. Теперь вы — амбассадор медиаграмотности и можете продвигать этот образ жизни. Вы знаете, как быть более стойкими к эмоциональным манипуляциям. Вы знаете о новых типах лживой информации. В будущем вы сможете без проблем осваивать новые технологии. Мы сами можем решать, с какими медиа взаимодействовать и какой информацией делиться. Благодаря знаниям мы можем принимать более обдуманные решения и быть более ответственными пользователями медиа. Давайте же начнем прямо сегодня.